Если можно было сравнить душу с горячим воском, то теперь этот воск холодный, который только лишь ломается и крошится в руках. Благодать открывает человеку его грехи. Святые отцы говорят, это первый дар благодати. Мирские люди не каются в грехах. Некоторые вообще говорят, что они не совершили никаких грехов, потому что для них закрыта их собственная душа. Один из святых говорит, если человек зайдет в подземелье, где нет света, то он не видит грязь, который находится там. Путин не увидит просмыкающихся, которые ползают по голову. Потому что там нет света. А если проникнет свет, то он увидит не только лишь грязь, но увидит даже пылинки в луче проникшего солнца. Так и люди, которые не каются, они забыли о своей душе, они не чувствуют тяготы и боли греха. А когда благодать коснется, то они увидят себя как бы покрытыми язвами. Святые отцы считали себя последними грешниками. Они плакали всю жизнь о грехах. Хотя их называли земными ангелами, потому что благодать давала им глубокое самопознание. И они видели первородный грех, как бы страшное чудовище, которое лежало на дне их души. Ни один человек не изъял от той страшной болезни, которая называется грехом. И в этом отношении вера есть исцеление. Но полное исцеление дает только лишь благодать Божия, которая венчает жизнь человека. И святые отцы чувствовали эту тиранию и натиск греха. И поэтому они оплакивали в самом себе все павшее человечество. Но уже искоренить грехи, победить полностью здесь на земле никто не мог, кроме Пресвятой Богородицы, которой названа Пресвятой Благословенной. Остальные святые находились в жестокой борьбе с грехом и темно. И только лишь благодать Божия восполняла недостающие и оканчивала не сделанного. Поэтому и для святых вечное спасение было тоже даром Божьим. Иногда и в художественной литературе описывается, как страдают люди, как страдает личность, как мучаются. Скажите, пожалуйста, а чем отличается подлинное страдание от ложного страдания? В чем разница? И как это связано с черевогодием? Мирская литература чаще всего описывает нам страдания от неудовлетворенных страстей, от конфликтов с окружающими, от драматической обстановки, в которой находится человек. Но она забывает о самом главном. Великая трагедия и самое грудкое страдание – это потеря Бога. Для святых отцов трагизм жизни был прежде всего в том, что люди проходили равнодушно мимо жертвы, которые принес за них Сын Божий. Мирская литература, в сущности говоря, в большинстве своем, культивирует человеческие страсти, человеческие эмоции, иногда возвышенные, но почти всегда связанные с чувственностью. Святые отцы по-разному оценивали горе и счастье. Для них самым большим горем был грех, самым большим счастьем было Богообщение. Мирская литература, даже в своих самых высоких взлетах, душевных, творения святых отцов, духовных. Отец Арфаил, тогда в продолжение этой темы, как не дать душевному в себе возобладать над духовным? И как иногда в духовной жизни бывают переживания, в общем-то, душевные довольные? То есть, вот как не смешать эти две жизни, скажем так, душевные и духовные? Вы задали очень важный вопрос, потому что теперь происходит именно смешение духовного с душевным. Когда душевное буквально оккупирует область духовного. Обратимся к христианской антропологии. Человеческая личность, человеческое я – это соединение двух началов – души и тела. И с самой души есть два аспекта. Это дух, обращенный к вечности и к Богу. И те силы души, которые обращены к земле. Обычно у нас духовные силы находятся в неком спящем, дремотном состоянии. Поскольку мы живём под импульсом своих страстей. Что представляет из себя силой духа? И что представляет из себя силой души? Первая сила духа – это особый вид познания. Врождённого познания, непосредственного познания, способности к созерцанию. Тому, что святые отцы называли виденьем. Ум не рассуждает, он видит. Этот духовный ум также назван внутренним логосом, который один и тот же у людей всех эпох и народов. С внутренним логосом соединены духовные интуиции. Эта способность... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...